Всем привет! Это Союз Гир Ньюз. Новости о музыкальном железе, технологиях и обо всем, что с ними связано. Компания DADARIO выпустила гитарный ремень, который никогда не спутывается. Называется он Auto-Lock Swivel Strap. Ремень отличается системой, которая исключает закручивание или запутывание. В разработке ремня участвовал, в частности, легендарный гитарист Джо Сатриани. Уточняется, что система Auto-Lock несовместима с креплениями с оконечной шайбой и пластиковыми пинами. Кроме того, ремень выполнен из сверхпрочного полипропилена и имеет настраиваемую длину. DADARIO Auto-Lock Swivel Strap доступен в черном, белом, красном и других популярных цветах. Стоимость 19 долларов 99 центов. Есть мнение, что именитые музыканты, звукорежиссеры и продюсеры используют премиальное звуковое оборудование, доступное только им. Но так ли это? Мы выяснили, какими аудиоинтерфейсами пользуются известные музыканты и продюсеры. Спойлер, часто это очень доступные штуки. Так, Финиас, брат Билли Айлиш, использует Universal Audio Apollo и Focusrite Scarlett. Вкупе с микрофоном с хорошей чувствительностью они записывают тихий по своей манере вокал Билли Айлиш, без грязи, шипения или жужжания. Граймс, она же Клэр Буше, исполнительница и автор песен в стиле техно-поп, ну и бывшая жена Илона Маска, использует Universal Audio Apollo Solo. К компактности и мобильность сетапа намекают, что, по всей видимости, эти устройства путешествуют с девушкой постоянно. Эйни Кларк, мультиинструменталистка, известная под псевдонимом Saint Vincent, использует Avid HD, а также Universal Audio Apollo Twin. Как отмечала девушка, возможности интерфейса достаточно для написания музыки, работы с аранжировкой и подготовки демонстрационных материалов. Александр Пушной, музыкант и телеведущий, использует Apogee Symphony Desktop. Пушной был одним из первых в русском сегменте YouTube, кто показал, как именно записывать музыку дома. Александр ранее работал с аудиоинтерфейсом Avid M-Box 3, одним из топовых устройств своего времени. С этой картой он записал многие каверы, которые стали хитами YouTube в конце 2010-х годов. Продажи физических носителей музыки в мире выросли более чем на 3% за первые 6 месяцев этого года. Так, всего было продано более 8 миллионов копий альбомов. А общие продажи физических носителей не увеличивались на протяжении 20 лет. А вот потребление музыки в стриминговом формате как раз-таки увеличилось и на 11% в годовом исчислении. Продажи компакт-дисков снизились по причине роста интереса к винилу. Эксперты отмечают, что меломаны, которые предпочитают физические копии альбомов, как раз и способствуют развитию музыкального рынка. Это были Союз Гир Ньюз. Новости, которые всегда звучат качественно.